Для чего нужна медитация современному человеку? Прикладной и духовный аспекты вопроса. Перед началом каждого курса по основам медитации я провожу традиционный открытый семинар «Для чего нужна медитация современному человеку?». Там я простым и доступным языком объясняю людям, как работает наша психика, какие сложности мы все испытываем в связи с этим, и как медитация может эти сложности упростить и разрешить. То есть, раскрываю для людей исключительно прикладной аспект медитации. В этой статье я хочу пойти дальше и коснуться еще и глубинной духовной составляющей медитации. Многие из нас бывают недовольны своими жизненными результатами. У кого-то работа не та, у кого-то дети слишком ленивые, кому-то не нравится машина, а кому-то страна проживания. Но мы имеем то, что имеем. Если мы зададимся вопросом, а почему в нашей жизни присутствуют именно такие, а не иные обстоятельства, дом, город, машина, работа и та. Мы обнаружим, что то, что мы имеем в жизни, пришло к нам в ответ на наши же действия. Это закон причины и следствия, известный на Востоке как карма. Хорошо, а почему тогда мы день за днем продолжаем делать те же действия, если их результат нас категорически не устраивает? Ведь понятно, что от тех же действий ждать другого результата просто наивно и нелогично. И тут мы упираемся в еще одну аксиому. Мы совершаем только те действия, о которых можем сначала подумать. Или по-другому, наши действия являются прямым продолжением наших мыслей. Да, мы попросту не можем совершить того, что предварительно не можем представить в своем воображении. И вот у нас выстраивается цепочка причинно-следственной связи, мысль-действие-результат. Теперь становится понятно, что пресловутое «измени мышление» и изменится жизнь, не просто красивая метафора, а самое прямое указание на то, как создавать контролируемые перемены в жизни. И вот перед нами последний важный вопрос, почему же мы день за днем думаем одни и те же мысли? Почему не можем по щелчку взять и начать думать по-другому? Ведь казалось бы, все так просто. Но при попытке начать менять мышление, мы снова и снова скатываемся в привычные сценарии и модели поведения. Психика человека устроена таким образом, что весь прожитый опыт не пропадает бесследно, а складируется в памяти в совокупности с соответствующими каждому моменту эмоциями и состояниями. Этот процесс начинается еще на стадии эмбриона и не останавливается до самой смерти. На языке древней Индии эти событийно-эмоциональные штампы называются санкары. В современных психологических терминах это называется импринтинг. Смысл один и тот же, наш мозг запоминает все до мелочей. И впоследствии использует эти воспоминания для того, чтобы на их основе выработать модели поведения в текущих жизненных обстоятельствах. Получается, что каждый раз, когда нам требуется принять текущее решение, оно будет опираться на прошлый опыт прожитых ситуаций, где условия были похожи на текущее. Причем воспроизводиться будет вся реакция целиком, включая эмоции, состояние, фразы и действия. Самое интересное, что всего этого багажа мы практически не осознаем, именно поэтому он называется сегодня подсознанием. А раз не осознаем, не можем на него повлиять. Фактически получается, что наша психика в каждый текущий момент испытывает определенное давление со стороны подсознания, которое толкает ее по проторенным нейронным дорожкам заученных реакций. Вот мы и получаем заезженную пластинку своих мыслей, поступков и результатов. Так как же впустить в этот процесс новое и причем тут в конце концов медитация? Дело в том, что медитация, как практика очищения памяти от груза прошлых сансов, как раз и выступает инструментом, помогающим снизить давление подсознательных автоматизмов на психику. Провести зачистку подсознания. Убрать оттуда все лишнее и нерабочее, чтобы освободить место для нового и конструктивного. В таком ключе, медитация, своего рода психотерапия, где терапевт и пациент, это один и тот же человек. В результате такой работы мы освобождаем психику от навязчивых, но нерабочих сценариев взаимодействия с миром, тем самым открывая для себя возможность начать думать действительно по-новому и менять свое мышление. Другой же аспект медитации, который нельзя обойти стороной, это возможность осознания своей истинной природы. То состояние, в поисках которого люди зачастую и приходят в эту практику. Очистка подсознания, это хорошо, но все-таки медитация, это духовная практика, и об этом нельзя забывать. Важно понимать, что в этом качестве медитация, это игра в долгую. Это не на один раз и даже не на один год. В результате той терапевтической работы, которую мы рассмотрели в первой части статьи, сознание практикующего постепенно становится все чище и чище, и как следствие, он начинает все отчетливее и яснее чувствовать свою внутреннюю духовную суть. И хотя проблески этого глубинного самоощущения могут происходить время от времени как в самой практике, так и среди повседневных дел устойчивый результат приходит не сразу и не вдруг. Это накопительный эффект и к этому надо быть готовым. Осознание своей глубинной духовной сути само по себе избавляет человека от многих вопросов. В чем смысл жизни, в чем мое предназначение, чего я хочу, что я могу сделать для этого мира? Эти вопросы просто снимаются, когда человек вдруг хоть на миг осознает себя собой. Ничтожным и необъятным, единым со всем творением и по-настоящему живым. Нужно ли это человеку в современном мире? Я глубоко убежден, что да нужно. Такое осознание себя позволяет заново понять, что такое жизнь. Расставить правильные приоритеты, вспомнить свои истинные цели и ценности, почерпнуть духовные мотивации в глубине самого себя. Человек, переживший такие осознания, заново вспоминает о том, что такое доброта, человечность, любовь. Такой опыт наполняет каждый день новыми смыслами и позволяет ставить перед собой новые, амбициозные и красивые цели и планы, открывает всю полноту и красоту человеческих взаимоотношений. Практический и терапевтический аспект медитации безусловно ценный. Но гораздо большую ценность я вижу в духовном потенциале этой практики. Тем более, что одно без другого попросту не существует.